В яркий солнечный день на берегу реки стоит человек с удочкой в руках. Его улов совсем небольшой, всего пару рыб. Чуть позже к рыбалке присоединяется Михаил. Правда, его методы довольно необычны. Он подводный охотник. И пока одни ждут свою добычу на берегу, другие же наоборот, устремляются за ней вглубь озер. Михаил увлекся подводной охотой 10 лет назад. Он увидел, как погружаются другие и решил попробовать сам. Я увидел другой мир, который, в общем-то, еще не видел вообще никогда. Поэтому был очень интересный. Настолько живая природа, настолько интересная. Подводный мир, непередаваемые впечатления были. И я решил, что нужно приобретать оборудование. Самый крупный улов Михаила – это рыба, которая весила 2 килограмма. Совсем мало по стандартам рыболовов. Однако здесь важна не охота, а сам процесс. Наблюдать, как живет мир под водой, по словам Михаила, это нечто прекрасное. К тому же мужчина признался, что рыбные блюда он и не особо любит. Мужчина рассказал, что в Рязани много красивых мест. Озера с прозрачной водой есть в Солочи, Клепиках и на Грессе. Только один раз Михаил занимался подводной охотой не в родном городе – в Турции. Причина этому – тяжелое оборудование. Для погружения нужен гидрокостюм, маска, шлем, носки, трубка и ласты. Из дополнительного большую роль играют утяжелители. Без них человек в гидрокостюме просто не сможет погрузиться на дно. Также любому охотнику нужно ружье. В нашем регионе большое ружье не нужно. Есть пневматы, есть арбалеты. У меня вот арбалет. Отличается тем, что у него резинка, гарпун. Ну и как на всех ружьях, есть обязательно предохранитель. Помимо ружья, охотнику обязательно нужен нож. Михаил им ни разу не воспользовался. Однако в местных озерах могут встретиться остатки сетки или лески, в которых легко запутаться. Михаил, как и многие увлеченные подводной охотой люди, погружается в одиночку. История у него накопилась достаточно. Мужчина работает в академии тенниса. Далеко не все коллеги знают о его увлечениях. А вот семья подводную охоту поощряет. На всех пикниках или поездках на природу Михаил не упускает возможности порыбачить. Очень много времени приходится давать работе, а увлечений становится все меньше и меньше. Окошко для увлечений. Поэтому все равно находим это время, едем. В отпуск если едем, то берем с собой оборудование. Это не единственное увлечение Михаила. Он катается на горных лыжах, серфе, видборде и многом другом. Притом именно лето. То самое время, когда для этих увлечений созданы все условия. Валерий Седов, Юлия Пятницкого. Телекомпания. Город.